Сотрудники ТГК-14 активизировали работу по взиманию долгов с недобросовестных потребителей. Инспекторы по ограничению горячего водоснабжения ежедневно заходят в гости к неплательщикам с напоминаниями о долгах, а то и с намерением обрезать трубы. В одном из таких рейдов побывали наши корреспонденты. Должники, если и дома, то двери предпочитают не открывать, ведь инспекторы приходят сюда не в первый раз. В общежитии по улице Паузунова, 13, 10 квартир с долгом, доходящим до 30 тысяч рублей. Рано или поздно, но рассчитаться придется, иначе представители ТГК-14 имеют полное право отключить квартиру от горячего водоснабжения. Заехал 1 сентября в эту квартиру, то есть эта квартира моя. Тут задолженность погорячивает? Я знаю, да, я вот узнавал, 28 числа или какого-то ездил с начальником, там 5000, у меня 181 рубль, 191 рубль. Я рассчитаю, и все. Последний раз я так зарплату получу, это где-то в конце месяца. Ну вот у вас не уплата, уже 2 месяца, более 3 месяца. А плачу попозже. Одна из самых распространенных отговорок, которой инспекторы давно не верят. Поэтому у должников один выход – платить в присутствии инспектора в ближайшем расчетно-кассовом центре. А если погасить долг за раз не получается, то его всегда можно реструктуризировать. Рейды у нас производятся ежедневно, в рабочее время. За август месяц мы ограничили 232 квартиры на сумму 3 миллиона 314 тысяч 514 рублей. Долг четинцев перед ТГК-14 на сегодня достиг уже 170 миллионов рублей. И если вы один из злостных должников, то подумайте, стоит ли вам дожидаться момента, когда в дверь постучится инспектор. Ежегодно от 40 до 50 неплательщиков остаются без горячей воды. Светлана Лисичникова, Виталий Литвинцев. Время новостей.